Вот такая прекрасная, замечательная музыка, немножко мы подрасслабились, как говорится, и стоит расслабиться немножко хотя бы перед экзаменами, хотя бы морально нашим выпускникам, которые уже завтра пишут математику, писали накануне информатику и географию. И как никто другой знает о том, как успокоить свои нервы, наш замечательный гость в первой студии. Это Лариса Чупрова, психолог. Доброе вам утро. Доброе утро. Вот вы заметили, да, сейчас Роман, когда на вас посмотрел, он уже сразу успокоился. Уже сразу как-то интонация, спокойнее, все, стало сразу хорошо. Лариса, скажите, пожалуйста, во-первых, удавалось ли вам работать со школьниками, приходили ли к вам с родителями, чтобы перед экзаменами вообще успокоиться? Был ли такой опыт вашей деятельности? Конечно же, было и в индивидуальных консультациях, и в групповых консультациях мы работаем. Я работаю и со школьниками в группе. Это и девятый класс, и одиннадцатый класс, и индивидуально на консультациях с родителями, и со школьниками. Скажите, пожалуйста, а чего они переживают-то вообще? Какое интересное, правда? Ну, вообще, как бы в целом ситуация их пугает. Хотя, я считаю, по опыту своей работы, девятые классы больше это переживают, чем одиннадцатый класс. А что говорят, что не сдадут, что все пойдут без диплома? Не поступлю в училище, какой кошмар! Этого боятся, да? Боятся этого, да, боятся. Что говорите обычно? Как успокаиваете тех, кто переживает? Ну, вообще, в целом, я начинаю разбирать ситуацию по полочкам, что, в принципе, это не так страшно, и это возможно пройти, и это проходят все ребята, и предыдущие ребята, которые задают одиннадцатый девятый класс. Успокаиваются? Успокаиваются, на самом деле, успокаиваются, начинают как-то больше концентрированно на это смотреть и вот средоточенно работать. Вот скажите, а вот в чем проблема? Раньше были просто годовые контрольные, и все было нормально. Психологи не волновались, и дети не волновались, а теперь назвали ЕГЭ, стало у нас ОГЭ, и стало больше страха почему-то. Ну, я думаю, что про это очень много, как бы, вообще в целом говорят, да. Но стращали, то есть все-таки, да? Да, немножко стращают на самом деле. Это все мы виноваты, СМИ, да? Нет, и на самом деле ребята, которые уже закончили одиннадцатый класс, да, закончили девятый класс, и на самом деле говорят, что действительно очень много вот именно вот такой эмоциональной волны. Вот такого вот, ну, много разговоров про это, на самом деле, ну, это... Знаете, самый такой вот, я помню, как я писал ЕГЭ, мы, вот мы обсуждали с ребятами сегодня, мы боялись поставить неправильно вот крестик. Вот, да, вдруг там в скобочку что-то... Представляете, человек 17 лет писал ручкой нормально, а вот в день ЕГЭ все. Как вот себя вот в день экзамена, да, вот ты пришел же, была там встреча, допустим, с вами до успокоения. Ну, понятно, что нервы-то не будут в сам момент написания экзамена. Как вот выпускнику, который пришел уже, вроде бы он успокоен, вот он увидел этот, ой, Ким не знает, как... Вот как в этот момент, да, вот с самовладанием все-таки, да? Я думаю, что, ну, и даже не в этот момент, а немножко раньше, в принципе, нужно, можно даже использовать определенные техники, так называемые, да, притягивание положительной ситуации, просто проговаривать себе, я спокоен, я сосредоточен, я готов приступиться. То есть самовнушение, оно влияет, да? Я думаю, что это значит, да. А скажите, а может быть, просто всех собрать у педагога начальных классов, он берет мел и говорит, ребята, выводим аккуратненько крестики, галочки, и все хорошо. Ну, как-то вот, может, такой какой-то вот... Мы просто, первая студия, мы предлагаем передовые идеи, понимаете? Ну, я думаю, можно это делать, но это уже вопрос непосредственно вот к конструктору. Понятно, что нервы будут в любом случае. Ну, и вот если, кто больше переживает, вот девятиклассники или вот уже одиннадцатиклассники? Ну, как показывает мой опыт работы, вот на уровне вот, ну, средоточения, психологической поддержки выпускников девятой и ненадцатых классов, девятые классы переживают сильнее. Сильнее, да, что? Да, потому что у них это первый опыт. Одиннадцатый класс, на самом деле, у них это уже было на уровне девятого класса, и у них уже опыт есть. На самом деле, это очень хорошо, это на самом деле очень помогает. Они уже более спокойны, это действительно так. Скажите, а может быть, это просто родители нагоняют страху или учителя? Вот у нас там отчеты какие-то будут не такие. А-та-та, ребята, старайтесь. Я думаю, что, наверное, этот фактор присутствует, и поэтому вот мой совет в этой ситуации родителям и педагогам. Вот родители, кстати, переживают? Родители сами. Я думаю, что переживают. Они к вам обращаются? Они обращаются, да, обращаются и по поводу этого вопроса, потому что их тоже переживают ситуации. Потому что это же ситуация будущая. А родители спрашивают, что поступит, не переживайте, да? Да нормально. Да, я думаю, что обычно я даю такие благоприятные положительные установки, и это на самом деле помогает. Если ребенок дошел до 11 класса, уже победа. У него уже есть опыт прохождения подобных ситуаций, это уже второе. Я думаю, что знание с ними, он просто справится. И очень важно также понимать, что ничего страшного и больше того, что дает школа, там не спросят. Это главное. Вы нас так успокоили, мы сейчас сидим, мы блаженные. Вот можете сейчас в камеру обратиться и пожелать выпускникам, вот у нас, вот сюда, вот сюда, обратиться и пожелать выпускникам. Те, кто переживает и не успели до вас дойти, как вот сдать сейчас спокойненько? Я думаю, что вот, ну, уважаемые выпускники, будущие выпускники, очень важно просто создавать благоприятную установку, положительную установку на успех, мотивировать себя на благоприятную сдачу экзаменов, просто верить в себя, в свои силы, в свои знания. А не с вами. И просто сконцентрироваться благоприятно, пройти эту достойно пройти экзаменационную процедуру. И, знаете, если вы во время подготовки к экзаменам смотрите телевизор, то только первую студию. Вам повезло. И готовьтесь. Вам повезло. Лариса Чупрова, психолог была в нашей студии. Спасибо вам огромное.